Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И в этом видео я хочу пригласить вас на свой семинар, который пройдет в городе Москва 20-го числа в каворкинге МБМ на метро Первомайской. Цель нашего семинара будет пообщаться о множественных источниках трафика. И вы скажете, да, Кость, у тебя и так много видео, в принципе, по Яндекс.Директу, Google Дворцу, ВКонтакте и так далее. Но давайте будем честными, что большая часть людей, в принципе, воспринимают правильно рекламу, но какие-то мелочи, связанные, например, с качеством трафика, с тем, что надо нагонять и брать не количеством иногда, а только качеством и так далее, такие вещи зачастую нами, как рекламодателями, забываются. И я хочу напомнить именно об этом. О чем мы поговорим? Ну, во-первых, мы сделаем какую-то определенную сводную таблицу, в которой будет, конечно же, Яндекс.Директ, Google AdWords, причем все виды трафиков из Яндекс.Директа и Google AdWords. Поговорим, какие из них работают, какие сейчас не работают. Я говорю не только про рекламу на поиски и РСЯ или так далее, а, например, контексте и аудитории, потому что есть различные виды таргетинга. Наконец-то стали появляться в Google AdWords, они уже давно есть, в Яндексе начали появляться. О них поговорим. Конечно же, поговорим о таргете ВКонтакте. Действительно ли он сейчас хороший инструмент или инструмент уже так себе. Поговорим о таргете Facebook. Поговорим о YouTube. Поговорим, конечно же, о рекламе на YouTube. Платный, который у нас есть в Google AdWords. И, конечно же, о контент-трафике в виде тех же самых YouTube-роликов. Естественно, SEO-блога и вообще блога, если вы вдруг захотите его ввести. Расскажу немножко, как веду его я. Я его, в принципе, практически сам не веду. Все максимально, насколько возможно, у меня автоматизировано. Конечно же, поговорим о таргете My.com. Площадке модной, но для многих неизвестной. И попробуем в итоге свести все это в определенную таблицу. Кому действительно подходит Яндекс.Директ, Google AdWords, вообще контекстная реклама. Какими способами там можно рекламироваться, если не получается обычными, обыденными. Поговорим, кому подойдет соцсети и таргеты ВКонтакте, Фейсбуке, различные виды инвайтов, enjoying и так далее. Тоже в соцсетях. Немножко поговорим обязательно о Инстаграме как виде продвижения, не только как фотоальбом, а все-таки как виде продвижения. Но, опять же, будем говорить о таких довольно правильных white видах, белых видах продвижения, потому что черные виды уже надоели, в принципе, всем. Конечно же, вложим в эту таблицу контент-маркетинг, YouTube, SEO, SEO в том числе, как и продающие, но обязательно скажем о контенте. Тут уже 2016 год на дворе, контента становится все больше. Как можно это монетизировать, как нужно обязательно соперничать с своими конкурентами, как получать лидов довольно долгих, но довольно дешевых. В общем, все это у нас будет в рамках нашего двухчасового семинара. Я постараюсь за два, за два с половиной часа все это полностью рассказать, надавить вам на самые ваши больные места и показать еще точную инструкцию действия, что именно нужно делать либо на начальном этапе, либо на этапе, в котором у вас сейчас бизнес. То есть, проанализировать, что есть прямо сейчас, откуда идут трафики, как можно более правильно сгруппировать то, что есть сейчас, и что нужно запускать в скором времени или запускать прямо сейчас. Друзья, приходите на семинар. Семинар вам необходимо зарегистрироваться для этого в форме, которая рядом с моей головой. Оставляйте свои данные и приходите на семинар 20 числа, коворкинг МБМ, метро Первомайское. Буду вас всех ждать. Успехов! Продолжение следует...